Судейскую бригаду давайте вам также представлю главный арбитр сегодняшней встречи Евгений Кукуляк из Калуги. Помогает ему Сергей Ядров из Калининграда и Алексей Соколов из Орехово-Зуева. Заерка! Ну это скорее... Даже вот на самом деле сложно сейчас было квалифицировать этот эпизод, то ли это удар... Ранее начался Евгений Кукуляк, лишь устным предупреждением. Отыгрался с 0-1, но по обновленной информации зафиксирована ничья. В параллельных матчах Псков-Домодедово 0-0, Долгопрудно обыгрывает Кострому 2-1, Днепр обыгрывает Сатурн 2-0. Еще с нами в Химках Торпеда Владимир приехал в гости к Химчану, там 0-0. Будем мы следить за развитием событий в других матчах. Особенно для болельщиков Строгино, конечно же, интересен матч с участием. 16 очков, 5 побед, 4 ничьи и 2 поражения. С таким багажом Строгино встречает Зенит. Здесь, наверное, помогла не только ротация, но еще и огромная материально-техническая база, за счет которой можно готовить футболиста. Вот с таким. Иванов на партнера. Дальше проникающая не прошла. На коротке не очень хорошо здесь получается сыграть. В итоге Насеткин мяч потерял. В Питере. Но тремя турами ранее так получилось, что фактически там разница в несколько недель. Зеленов, несмотря на то, что уже ветеран, я думаю, что можно с полной уверенностью так Константина называть. Очередная атака Зенита, прострел Суланга прерывает ее защитники. Ман взял под себя мяч, успел сделать передачу на Зырянова. Зырянов дальше. В бровку. Ну и Ващеньку просто там накрывают. Все продолжает. Евгений владеть мячом, но в итоге все-таки забрали. У него игровой снаряд. Тяжело. Тяжело с Рогинцем против питерцев играть. Это видно. Питерцы валил мячом. Казаться в воротах. И нарушение правил. Повалили там. Интересно. Изберут команды. Ну, наверное, Зенит будет продолжать наращивать все-таки свои атакующие мощности. Негожа циская, да? Команде, которая забила уже доволен своими футболистами. Но еще играть. Еще целый тайм впереди. И 15 минут в первой 45-минутке. Здесь падение. И за... Ну что, этот гол Строгино, наверное, выудушевит. Вряд ли, конечно, ребят побегут шашки наголо вперед. Не было там игры рукой. Я все-таки считаю. Может быть, в руку мяч и попал. Но игры рукой такого не было. Во-первых, была подача. Во-вторых, защитник пытался эту самую руку убрать. Ну, да, как некоторые коллеги с НТВ плюс говорят. Но куда девать руку, только если скажу, что у Строгино, ну, наверное, процентов 90 выигранных верховых дуэлей в обороне. Команда играет достаточно неплохо. Сзади. Свои атаки. Заброс по правому флагу. И нарушение. Фиксирует линейный арбитр. Куляк отойти. Чуть назад. Футболисты Зенита. Радует, что стало меньше свистков у нас. Ну вот. И еще один. В матче, если в начале встречи Кукуляк очень часто раздавал свистки, в основном, в пользу Зенита, то 1-0. Долгопрудный играет в ничью с Костромой. Там 2-2. Днепр обыгрывает Сатурс. Раз на раз не приходится. Могут и пристреляться. Футболисты Зенита. Хороший славный проход. Что-то... Нет, не зря. Но было-то... Это, по-моему, в стадионе Янтарь принимает Зенит 2. После первого тайма счет у нас равный 1-1. Давайте. Номер 15-й, это линия обороны, полузащита. Евгений Насеткин, 25-й. Владимир Соколов, 4-й. Руслан Заерко, номер 10-й. Евгений Ивашенко, 22-й. Алексей Сутармин, 11-й. Единственный нападающий Вадим Манзон, автор ответного мяча в ворота. Это зелерный арбитр Антон Фролов и Александр Викторович Беляков из Пскова, инспектор сегодняшней встречи. Первый тайм, что Зенит владел мячом. Тем не менее, Сутармин и Ивашенко могли забивать два мяча в ворота питерцев уже на первых минутах. Но в итоге не в Химках. Началась она также в 7 часов. Химки, торпеда Владимир 2-0 в подмосковном городе. Завершившиеся матчи. Волга Текстильщик 1-2. Колумна Солярис 1-2. Спартак 2-0. Лукичев был с первых минут выставлен на матче. С Владимиром. Момент вводи! Манзон делал! Команда не привыкла. Команда не привыкла быть в роли отыгрывающегося. Далее. Далее уже в четвертом туре Зенит приехал в гости. Говорят, что фактически после каждого поражения Зенит разносит соперника. В прошлом матче разнесли Днепр Смоленский. Ну, посмотрим. Да, как Ашин вышел. Но, опять же, утверждать не берусь. Он с первых минуты не играет, что где-то как-то уступает Зенитовцам. И поэтому не на тему отвлеченной от футбола. Буданов вышел. Буданов играл достаточно. Так. Владимир Буле обороняется. Сейчас нужно постараться до Буданова мяч довести. Чтобы Буданов там... Чуть-чуть его в центре поля... За боковой мяч будет выбрасываться. Сюда ближе к штрафной площади. Здесь получается мяч Штрогинсом отвоевать. Нет, не угловой. Будем помнить, что... Ошибка в обороне провела к второму пропущенному мячу в матче Строгино-Спартак 2. Точнее, Спартак 2-Строгино. Буданов зацепился за мяч. Подержать-подержать просит его. Вся скамейка запасных в главе с Щербаком. Но Строгинцы себе, конечно же, выиграют. Время работает на них. Добрали мяч обратно. Передачи нет. Очень-то он не мог добраться здесь до мяча. Заерка. Воспользовала ошибка Питерцев. Но недолго она приносила ему дивиденды. Уже ответная атака. Подкат не приносит результатов. И в итоге приходится выбивать мяч в аут. И дыхать. Все, замен больше нет. Зенита. Теперь... 18 минут играть питерцам без замены. Я напоминаю, что Строгино еще три... Заброс штрафной нет. Но там защитники. Ушел от вторых. В итоге назад пришлось отдавать. Потому что впереди особых вариантов не было. Хороший отбор от Кухтин. А у некоторых гостей у нас сегодня большой футбольный день. Николай Николаевич Писарев дома отметил. Этот отбор Катенева себе в блокнотик. 75 минут позади. Начинается самая сложная, наверное, уже часть. В матче, да? Когда физика уже совершенно точно выходит на первое место. Падение. Подниматься предлагает Кукуляк. Да, заставил. Сейчас Катенев дрогнуть сердца питерских болельщиков. Атака Зенита. Главное сейчас Строгинцам не фалить. Потому что мяч уже штрафной. В третьем дивизионе, где Зеленоград выиграл у Росичей, и тоже были вот такие забросы. Было много моментов. Сужаются линии у Строгина. В итоге достаточно далеко могут подходить защитники. Подача на дальнюю штангу. Но нет, здесь второй этаж. А вот здесь... Но тем не менее, команда серьезная. Ну, чего только стоит фигура Медведева в команде. Человек, который поиграл за Рубину, за Сибири. Надо поднимать статистику. Подсказываю, да. Завивал Медведев в ПСВ. К сожалению, потом ПСВ пройти не удалось. Атака Зенита. Купать уже во двор. Вязать Зенит по рукам и ногам. Но вот так не пропускать, конечно, соперников. Передача не прошла. Здесь диагональная. Три. Упирается тут в боковую линию. Нужно искать партнеров. Буданов! Какая ошибка! Вернулся. Постарался мяч отобрать. Да, периодически Острогин на поле. Так, ну что, Обухов, пойдем штрафную Острогину, мне интересно, или нет? Пока там около центральной линии Овухов прогуливается.